Добрый день! Хочу поприветствовать всех, кто сегодня пришел. Меня зовут Кирилл Размусович. Я расскажу о том, где стоит искать жизнь в Солнечной системе. Думаю, что даже слабо интересующиеся космосом и астрономией люди, глядя на звездное небо, хоть раз, но задавались вопросом, есть ли кто-то там еще. В самом деле, если ознакомиться с цифрами, то понимаешь, насколько невероятным окажется, если Земля является единственным обитаемым миром во Вселенной. По разным подсчетам, в нашей галактике Млечный Путь находится от 200 до 400 миллиардов звезд. Количество галактик, которые мы можем увидеть в современные телескопы, оценивается в 2 триллиона, но это то, что мы можем увидеть, а сколько их в реальности никто не знает, вполне возможно, что никогда и не узнают. Чтобы вы лучше понимали, всего 20 лет назад вот эта вот цифра галактик, которую можно было увидеть в то время при помощи тех технологий, она составляла всего 10 миллиардов. Так что вы можете сами оценить скорость технического прогресса в астрономии всего за 20 лет. Но вполне возможно, что нам вообще не нужно лететь к другим звездам в поисках жизни, она может находиться где-то у нас под Богом, на одном из тел Солнечной системы. Да, к сожалению, времена, когда мы могли надеяться, что буквально на соседних планетах нас ждут братья по разуму, они уже давно ушли. Но это не отменяет возможности того, что где-то там существует, пускай и простая, но жизнь. Даже обнаружение каких-то микробов, оно стало бы огромной сенсацией и серьезно бы изменило наше представление о космосе и Вселенной. Потому что если жизнь может возникнуть и развиваться на двух телах, которые вращаются вокруг одной звезды, то масштаба галактики, она скорее всего должна быть очень даже обыденным явлением. Ну, я надеюсь, что все примерно представляют, как устроена Солнечная система, но если кто-то не знает или забыл, то вот небольшое напоминание. У нас есть четыре каменные планеты — Меркурий, Венера, Земля и Марс. Потом главный пояс астероидов. Самый крупный объект в нем — это карликовая планета Церера. За ним идут четыре планеты гиганта Юпитера, Сатурн, Уран, Нептун. И за орбитой Нептуна есть пояс ледяных тел, известный как пояс Койпера. И Плутон — это самый крупный объект этого самого пояса Койпера. Вот, не знаю, надеюсь, в зале нет фанатов Меркурия, потому что, увы, но Меркурия — это, наверное, чуть ли не единственная планета, тело, где никто никогда серьезно надеялся найти жизнь. Даже в фантастики, по-моему, такого не было. Так что мы его пропускаем и идем сразу к Венере. Поверхность Венеры постоянно скрыта от нас густым слоем облаков, через которые невозможно рассмотреть ничего, что находится внизу. Из-за этого где-то до 60-х годов прошлого века Венеру обычно называли планетой-загадкой, потому что никто не знал, что именно там находится. Известно было, что Венера ближе к Солнцу, чем Земля, поэтому складились на том, что там должно быть жарче. Но во всем остальном представления радикально варьировались, от того, что это планета-океан, до того, что она просто большая пустыня, как Сахара. Но все-таки наибольшей популярностью пользовалось представление о том, что Венера — это такой мир с влажным жарким климатом, как на Земле в каменно-угольном периоде. То есть рисовались такие вот картинки, что на Венере Венера покрыта болотами и лесами, там живут всякие змеи, насекомые, ящерицы. Ну то есть это примерно как Беларусь, но без знака качества. Ну и те, кто читал старую фантастику, уверен, такие вот примерно видели картинки и встречали образы. Но, к сожалению, когда к Венере отправились первые межпланетные станции, все это пришлось выкинуть, потому что выяснилось, что давление на поверхности Венеры в 90 раз больше, чем на поверхности Земли. Это примерно как на глубине в километр. Атмосфера ее состоит на 99% из углекислого газа. Поэтому там создается очень жесткий парниковый эффект, и температура поверхности Венеры превышает 500 градусов по Цельсию. Это больше, чем на Меркурии, который находится намного ближе к Солнцу. Ну, ни один известный нам организм не может придержаться в таких условиях и пары секунд. Хотя, конечно, надо сказать, что, как обычно, нашлись люди, которые умудрились усмотреть даже вот на таких снимках ее поверхности, сделанных советскими станциями каких-то там пришельцев. Ну, знаете, как на фотографиях марсоходов регулярно видят то там ящериц, то снежных людей, то деревья, то еще что-то. Ну, казалось бы, на этом вопрос о том, есть жизнь на Венере или нет, в общем-то, можно навсегда закрыть. Но есть все-таки одно обстоятельство, которое не позволяет это сделать. Да, сейчас условия на планете прямо скажем адские, но так было не всегда. Четыре миллиарда лет назад Солнце светило заметно слабее, чем сейчас. И тогда на Венере было намного не так жарко. Ее считается, что климат был очень даже похож на современные земли. И вполне вероятно, что там существовал океан. К сожалению, у нас нет прямых доказательств того, что там мог существовать океан, потому что где-то полмиллиарда лет назад на Венере случился какой-то глобальный катаклизм, из-за которого ее поверхность была буквально полностью покрыта потоками лавы. То есть если на Марсе можно найти кучу мест, где явно текла вода, то есть эти следы видны, то на Венере все это было погребено лавой. То есть даже если там планета была полностью застроена ледовыми дворцами, то это физически не могло просто до наших дней дойти. Ну, у нас есть кое-какие косвенные данные. Межпланетные станции нашли у Венеры водородный хвост. У планеты нет магнитного поля, поэтому под действием солнечного ветра молекулы воды разбиваются на водород и кислород и затем выбиваются в космос. Считается, что этот самый водородный хвост — это остатки воды из того гипотетического ее океана, который когда-то существовал. К чему вообще висит этот разговор про ее древний климат и океан? Ну, если там был океан, то там могла сформироваться какая-то жизнь. Если она сформировалась, то она могла как-то приспособиться к этим изменениям. Они все-таки были постепенными, не одномоментными. И перебраться туда, где условия были получше. А в случае с Венерой получше это находится на высоте 50 км от ее поверхности. Давление там соответствует одной земной атмосфере, а температура где-то в районе плюс 20 градусов. То есть это, в принципе, самые близкие условия к Земле, что можно вообще найти в Солнечной системе. Вот на высоте 50 км от поверхности. И существует предположение, что вот именно там на высоте 50 км стоит искать жизнь. Да, это лишь предположение, но есть определенные данные, которые свидетельствуют его пользу. В верхней атмосфере Венеры были найдены некоторые газы, которые непонятно как там оказались. То есть должен быть какой-то источник их воспроизводства. Ну, проблема как бы в том, что Венера сейчас находится не в оксе научных исследований. Почти все внимание уделяется Марсу. Ну, стоит надеяться, что все-таки в каком-то ближайшем будущем туда отправится новая миссия межпланетная, которая по типу советских век сбросила бы туда стратостат, который в том числе мог бы поискать на Венере следы этой самой жизни. Ну, а мы сейчас переходим к Марсу. Марс — это, понятное дело, настоящий мейнстрим в плане поисков жизни. Его там пытаются уже найти давно. И такой вот образ Марса как планеты, где надо искать жизнь, он сложился где-то в 19 веке. Тогда появилась ошибочная теория, что чем дальше планета от Солнца, тем раньше она сформировалась. Соответственно, с этим вырисовалось такое представление о Марсе как о очень старом мире, который наверняка должен быть населен расы каких-нибудь очень древних и модрых существ, которые намного превзошли нас в развитии. Ну, соответственно, Венера представлялась как, наоборот, такой дикий первобытный мир, а Земля — это что-то типа золотой середины. И что еще важно, в отличие от Венеры, поверхность Марса можно было разглядеть в телескоп, то есть можно было увидеть, что там происходят какие-то сезонные изменения. И все это вот создало великолепную почву для появления всей этой истории с наблюдением на Марсе каналов. Ну, я не буду на ней останавливаться, потому что, во-первых, хронометраж, во-вторых, на одной из следующих курилок, возможно, будет про это рассказ более подробный. Но скажу лишь, что даже на пике популярности каналов далеко не все астрономы верили в них, видели их и вообще считали, что на Марсе есть какая-то разумная жизнь. И как бы с годами накапливалось все больше и больше данных, которые указывали на то, что Марс — это отнюдь не дом для престарелых цивилизаций, и что там на планете условия намного хуже, чем все считали. Ну, как известно, скучные научные факты, они очень редко когда могли победить красивые фантазии. Поэтому в представлении очень многих Марс был планетой, где практически наверняка есть жизнь, разумная причем жизнь, где-то до 60-х годов прошлого века. Опять же, тогда отправились первые межпланетные миссии, и выяснилось, что Марс — он примерно вот такой. Это холодное, мертвое тело, почти без атмосферы, без какой-либо каналов, рек, городов, руин городов, деревьев, мхов, лишайников. Ну, то есть просто скалистый и мертвый мир. По крайней мере, с орбиты так казалось. И надо понимать, что это вот произошло примерно… Люди узнали, какие условия на Марсе где-то примерно с первыми полетами к Венере. То есть это был действительно очень большой облом для тех лет, для тех, кто серьезно верил, что вот на соседних планетах могут быть какие-то цивилизации, что вот-вот и мы туда будем летать. Но нет, оказалось, что и Марс, и Венера — это планеты, они не подходят для жизни человека. И о даче на Марсе, конечно, пришлось всем надолго забыть. Ну, Красной планете потребовалось где-то несколько лет, чтобы вернуть к себе интерес ученых. В 1971 году на ее орбиту вышел аппарат Mariner 9. Он составил первую глобальную карту Марса. Тогда-то и выяснилось, что на Марсе, на удивление, много мест, где явно видны следы воды, что когда-то там текла. Если на Марсе была вода, значит, его древний климат был лучше, чем сейчас. Значит, там могла возникнуть какая-то жизнь. Возможно, эта жизнь все-таки существует там до сих пор. Например, в виде бактерий, которые находятся в грунте в режиме спячки. Если мы возьмем этот грунт, подогреем его, поместим в питательный бульон, то бактерии проснутся, начнут кушать и пойдут какие-то реакции, которые можно зафиксировать с помощью приборов. И вот, исходя из примерно таких вот соображений, в конце 70-х NASA решили устроить такой очень амбициозный эксперимент века. На Марс отправились две биологические лаборатории «Викинг». Они сели на поверхность, зачерпнули ковшиком марсианский грунт, поместили внутрь корпуса и начали смотреть, будут ли какие-то реакции идти или нет. И да, реакции действительно там пошли. Но, как в известной поговорке, хотели как лучше, получилось примерно как обычно. Потому что, когда проанализировали эти результаты, стало понятно, что они очень противоречат друг другу, взаимоисключающие. Когда еще раз стали разбирать методику эксперимента, выяснилось, что он поставлен не самым лучшим образом. Эти вот результаты нельзя использовать ни для подтверждения, ни для опровержения того, что на Марсе была жизнь. Ну, вот можно просто вспомнить классическую историю Советского Союза, когда на одной из первых советских станций, что хотели отправить к Марсу, планировали установить чудо-прибор, который, по заявлению его изобретателя, должен был точно сказать, есть на Марсе жизнь или нет. Но по настоянию Сергея Павловича Королева его сняли с аппарата и решили предварительно испытать на Байконуре. Ну, к радости всех собравшихся прибор точно показал, что на Байконуре никакой жизни нет. Ну, к сожалению, у нас и про эту историю, скорее всего, не слышали. Вот, так что вот так и получилось. Но, как бы то ни было, после этого было решено отказаться от идеи какого-то одного чуда-эксперимента и разбить поиски жизни на Марсе на ряд подэтапов. То есть, сначала узнать, действительно ли там была вода, что с ней стало, каким был его древний климат, поискать в отложениях геологических на Марсе следы, которые могла оставить жизнь, ну и наконец доставить на Землю перспективные, самые перспективные образцы грунта. Сейчас мы находимся где-то на середине всего этого процесса. Через два года на Марс должны отправиться пара марсоходов, один от НАСА, другой от ЕСА вместе с Роскосмосом. Они, в числе прочего, это одна из их основных задач, как раз поиск следов, которые там могла оставить жизнь. А что касается доставки на Землю марсианского грунта, это можно сдать где-то к 2030 году. У китайцев есть такой проект миссии, у НАСА, но не забываем еще про космическую миссию Илона Маска нашего. Что же касается того, есть жизнь на Марсе или нет, есть некоторые данные, которые не дают угаснуть этой надежде. Сейчас мы точно знаем, что на Марсе был океан в северном полушарии, там было очень много воды, большая часть, конечно, улетучилась вместе с атмосферой за последние миллиарды лет, но даже того, что осталось сейчас в виде льда, хватило бы, чтобы покрыть Марс 10-метровым слоем воды. В некоторых из марсианских метеоритов, что найдено на Земле, были обнаружены следы, напоминающие окаменелости. Ну и что самое главное, может, не самое главное, но что примечательно, в марсианской атмосфере откуда-то время от времени появляется метан. Метан — это такой газ, он может иметь как биологическое, так и небиологическое происхождение. Так что, в принципе, он не доказывает, что там есть жизнь, но пока не известен его источник. Обычно его все-таки записывают в то, что это может быть свидетельство каких-то там живых организмов, что еще есть на Марсе. Ну, а если подводить какой-то итог, то да, конечно, прошло два века, у нас по-прежнему нет ответа на вопрос, есть жизнь на Марсе или нет. Но сейчас, по крайней мере, у нас есть реальная надежда на то, что мы можем получить этот ответ уже буквально в течение ближайших пары десятилетий. Ну, Марса-Венера, про который я вам сейчас вот рассказывал, это, конечно, такие классические миры в плане поисков жизни, потому что ее там пытались найти очень давно, и в этом нет ничего удивительного, потому что у нас есть лишь один пример жизни перед глазами, поэтому, конечно, мы искали ее на теле, напоминающем Землю, то есть планета, где есть атмосфера, где, как предполагалось, есть вода на поверхности. Ну, в фантастики можно найти, конечно, всякое там, например, разумные балканы Юпитери, куководов с Титана, ну, как бы всерьез, как бы никто не надеялся, что жизнь можно пробовать искать и за пределами Марса, с пределами его орбиты. Но вот буквально в течение последних десятилетий случились серьезные сдвиги в этом представлении, что выяснилось, что во внешней части Солнечной системы есть, на удивление, много тел, под поверхностью которых скрываются океаны. В этих океанах воды больше, чем на всей Земле. И да, они, конечно, никогда Солнцем не освещаются, они под поверхностью спрятаны. Но если у вас есть большое количество воды, в ней растворены химические вещества, и там еще над ней есть какие-то горячие источники, то почему бы и нет? Многие считают, что жизнь на Земле как раз зародилась вот в таких вот условиях. И любое тело, под поверхностью которого есть океан, существование которого доказано, оно, в принципе, автоматически входит в список мест, где мы можем искать жизнь и можем надеяться, что она там существует. Первый потенциальный океанический мир Солнечной системы называется Церера. А, запустилась. Церера, как я уже говорил, это объект пояса астероидов, самый крупный объект его. В 2015 году на ее орбиту вышел аппарат ДОН. Он подтвердил, что на Церере много водяного льда, и что она, скорее всего, относится к категории понаехавших. То есть она сформировалась не в поясе астероидов, а намного-намного дальше, уже потом мигрировала поближе к Солнцу. Ну, такая, знаете, типичная история. Помимо этого, на Церере обнаружились такие вот очень примечательные белые пятна. Надеюсь, все видят. Вот. Как бы они произвели такой фурор, потому что всем было интересно, что что за белые пятна такие. Ну, когда ДОН подлетел поближе, то вот оказалось, что его белые пятна... Сейчас повтор будет. Да, вот. Они выглядят примерно вот так, вблизи. В центре вот можно увидеть что-то типа возвышения. Это возвышение — это не что иное, как кривовулкан. Обычные вулканы выбрасывают что-то очень горячее, ну, типа там лавы, магмы. А кривовулканы выбрасывают холодное, что-то. В одном случае он выбросил соленую воду. Вода превратилась в лед, замерзла, ну, и потом испарилась. А соль, она вот осталась на поверхности, она ярче, чем остальная поверхность, поэтому она так хорошо блестит. И это вот все случилось по космическим меркам очень недавно, всего-то пару миллионов лет назад. Это вот другая достопримечательность Цереры — четырехкилометровая гора, и это тоже кривовулкан, и тоже достаточно молодой по космическим меркам. Ну, обнаружение кривовулканов там стало такой тоже небольшой сенсации, потому что надо понимать, что Церера — это небольшое тело, по космическим меркам небольшое, и оно не является спутником планеты какой-либо. То есть там нет приливов, которые ее могут разогревать изнутри. Но, тем не менее, в теории там нет, не должно быть никакой вот такой активности, а на практике она есть. свидетельство, как говорится, перед глазами. И это вот соленая вода, которую это вулканы выбрасывают, она должна откуда-то все-таки браться. И это все дает основание надеяться на то, что там под поверхностью существует какой-то океан или море соленой воды. Вот, как я уже сказал, Церера — это потенциальный океанический мир, то есть существование океана там не доказано. Но пока еще аппарат ДОН все еще работает на ее орбите, так что буквально год-два, и мы можем получить окончательный ответ на вопрос по поводу того, есть ли там океан или нет. Ну, а сейчас движемся дальше, к тяжелой артиллерии, к мирам, где точно есть океаны под поверхностью. Сразу три таких мира вращаются вокруг Юпитера. Самый интересный из них называется Европа. Ну, как можете видеть, у Европы такой очень примечательный рисунок поверхности. Даже была такая шутка — ставили в ряд фотографию Европы и фотографию поцарапанной его днище сковородки. И надо было угадать, где Европа, а где днище сковородки. Ну, она по размерам чуть меньше Луны, и она полностью покрыта льдом. Толщина этого льда оценивается где-то в 15-25 километров. Под этими километрами льда скрывается океан глубиной до 100 километров. Откуда мы знаем, что там есть океан? Ну, накопилось уже достаточно много данных, чтобы говорить об этом с уверенностью. Во-первых, ну, собственно, на поверхности Европы найдено множество образований, которые могли возникнуть лишь, если там внизу находится большое количество воды. Потом данные о взаимодействии Европы с магнитным полем Юпитера тоже говорят о том, что там внизу находится большое количество электропроводящей жидкости. То есть должна быть соленая вода. Но самое главное — это вот в 2014 и в 2016 годах телескоп Хаббл сфотографировал выбросы воды из-под поверхности Европы в одном и том же месте. То есть там, наверное, что-то есть типа гейзеров. И это, на самом деле, очень хорошая новость, потому что, к сожалению, у нас нет технологий, позволяющих отправить туда Брюса Уиллиса, чтобы он пробурился через эти километры льда, спавал внутрь, набил морду кому-нибудь, выплыл и потом рассказал, что он там увидел. Но мы можем просто построить космический аппарат, который пролетит через такой выброс, исследует его и расскажет, что же там находится внизу, даже без необходимости бурения этих километров льда. Ну, если забегая немного вперед, что-то такое уже, в принципе, делалось, но не на Европе, а на другом спутнике. Еще есть второй океанический мир у Юпитера — это Ганимет. Ганимет — это вообще самый крупный спутник в Солнечной системе. Он больше Юпитер, он больше Меркурия, и если бы он вращался вокруг Солнца сам по себе, мы бы его называли планетой. У него даже есть собственное магнитное поле, там бывают полярные сияния. Исследуя, как эти сияния сдвигаются по широте, опять же, было доказано, что под поверхностью Ганимеда находится большое количество соленой воды. Ее глубина залегания достигает 800 километров. Но это даже еще не самое интересное. Когда решили построить модель того, как будет выглядеть такой 800-километровый океан в условии Ганимеда, то есть при его гравитации, температуре на поверхности и всем таком, то выяснилось, что он будет устроен примерно следующим образом. То есть в виде такого ледяного сэндвича, то есть состоять из чередующихся слоев льда и воды. Причем эти вот слои льда, которые разделяют слои воды, они будут состоять не из обычного льда, который вы можете в морозилке взять, а из так называемых его экзотических модификаций. Этот лед формируется при сверхвысоком давлении, и он плотнее упакован, чем обычный лед, поэтому он не всплывает, он тонет вниз. И считается, что на Ганимеде может существовать до трех отдельных океанов, которые не сообщаются друг с другом. Так что, если так подумать, это настоящая мечта любого уважающего себя фантаста, потому что, ставьте себе, у вас есть мир, где есть три океана, которые в теории могут существовать в каждом своя собственная уникальная экосистема. Ну а если там где-нибудь вдруг возникнет разумная жизнь, то можно исписать немало трактатов на тему того, какими были бы ее представления об окружающей вселенной и их верования, так сказать. Ну, мы же, конечно, куда-то не туда заходим, но, по-моему, достаточно интересная тема. Ну и, наконец, еще есть Калиста, третий океанический мир Юпитера. Калиста – спутник не настолько раскрученный, как Европа и Ганимед, но у него есть потенциально одно важное преимущество. Дело в том, что у Юпитера очень мощные радиационные ПСА. Если кто-то захочет высадиться на поверхности Европы, он получит смертельную дозу радиации за сутки. На Ганимеде уровень излучения меньше, но там смертельная доза можно заработать где-то тоже за два-два с половиной месяца. А на Калиста же уровень радиации, в общем-то, более-менее нормальный. Так что, если когда-нибудь человечество все-таки доберется туда и захочет основать базу на спутниках Юпитера, то более чем вероятно, что она будет располагаться где-то вот здесь. Ну, сейчас, понятное дело, никакие дейвы-боуманы туда лететь не собираются, но, к счастью, есть роботы. В следующем десятилетии к Юпитеру должны отправиться минимум две миссии, которые как раз будут исследовать его океанические миры. Одна миссия европейская, она стартует в 2022 году и доберется туда в 2030. Этот аппарат пролетит Европу, пролетит Калиста, а потом он выйдет на орбиту вокруг Ганимеда. Еще есть миссия НАСА. Там пока что не все до конца уточнено, но есть очень даже неплохая вероятность того, что это будет не просто спутник, а что там еще поместят спускаемый аппарат на этот вот спутник. И он высадится на поверхность Европы, проработает там несколько недель, возьмет пробы, посмотрит на них микроскоп. Кто знает, что он там может найти интересного. А мы опять же идем дальше, потому что у следующей планеты Солнечной системы тоже есть океан. Это речь об Энцеладе. Энцелад — это спутник Сатурна. Его диаметр всего 520 км. Это по космическим меркам немного. Это меньше ширины Мадагаскара. Так что, исходя из таких небольших размеров, как бы никто от Энцелады, как говорится, ничего особого не ждал. Все думали, что это просто очередной небольшой спутник ледяной, где нет ничего интересного, кроме кратеров. Но тем удивительнее оказалось, когда в 2004 году к Энцеладу прибыл аппарат Кассини, он сделал его снимки крупным планом, и выяснилось, что на южном полюсе Энцелады находится целый ряд гейзеров. Эти гейзеры извергаются и выбрасывают воду. И делают они это очень активно. То есть если на Европе эти выбросы фотографируются где-то раз в год, то Энцелад извергается постоянно. Воды этой выброшены в космос уже столько, что она сформировала вокруг Сатурна целое кольцо. Вот это вот Энцелад в центре, а вот это его водяное кольцо вокруг Сатурна. И когда это все стало известно, то программу аппарата Кассини, конечно же, переписали. Аппарат этот неоднократно наведывался в гости к Энцеладу и прямо пролетал через эти водяные шлейфы, анализируя их в меру своих возможностей. Никто как бы не знал, конечно, что придется ему таким заниматься, так что приборы там, конечно, не очень рассчитаны на точные анализы. Но, тем не менее, выяснилось много чего очень интересного. Ну, во-первых, оказалось, что толщина вот этой ледяной коры на Энцеладе составляет где-то 35 километров в среднем. Но на Южном полюсе она намного тоньше и всего 2-3 километра здесь вот. Что касается состава выбросов, то помимо, собственно говоря, воды, там был также найден молекулярный водород. Это указывает на то, что там есть какие-то горячие гидротермальные источники на дне, подогревающие этот океан. Также были найдены крохотные частички диоксида кремния. Мы провели опыт и выяснилось, что такие частички могут сформироваться лишь в воде с температурой около 90 градусов по Цельсию. То есть это еще одно свидетельство того, что там есть какие-то горячие источники на дне. Также в этих выбросах были найдены метан и углекисл и газ. В земных гидротермальных источниках бактерии используют водород и углекисл и газ для получения энергии, а метан является отходом, грубо говоря, их жизнедеятельности. И вот весь этот набор найден на энцеладе. Конечно, его наличие не доказывает, что там есть жизнь, но оно доказывает, что там есть абсолютно все условия для того, чтобы она могла возникнуть и существовать прямо сейчас вполне успешно. Также в этих выбросах были найдены некоторые соли, примеси аммиака, немного органики. В целом, конечно, водичка в этом океане очень щелочная. Так что если вы когда-нибудь решите выпить с пришельцем с энцелада, я не рекомендую пить местную минералку. И вообще лучше не пить. Но некоторые наши бактерии, они бы вполне могли существовать в этом щелочном океане. Ну а в целом вот из-за всего этого набора, что там есть горячие источники на дне, есть вода доказана, в ней есть органика, именно энцелад сейчас занимает неофициальное первое место в списке телосолнечной системы, где, скорее всего, ну не скорее всего, где считаются наилучшие шансы найти жизнь. Так что если вы когда-нибудь захотите поучаствовать в тотализаторе, вы можете вставить на энцелад, по крайней мере сейчас. Ну, у Сатурна есть еще один очень интересный объект вокруг него, который вращается, это Титан. Титан — это единственный спутник Солнечной системы, у которого есть полноценная атмосфера. И, как, надеюсь, всем видно, она не очень-то и прозрачная. Так что из-за этого до недавних пор никто уже толком не знал, что же находится на поверхности Титана. Ну, ответ дал все тот же аппарат Кассини. Он, во-первых, сбросил спускаемый модуль Гюйгенс на его поверхность, а также он неоднократно пролетал спутник и сканировал его своим радаром. Вот выяснилось, что на Титане есть моря, есть реки, озера, там идут дожди. Вот это вот радарная карта северного полушария Титана. Синим отмечены вот эти вот его все моря и озера. Но есть одно такое важное обстоятельство. Дело в том, что температура на Титане составляет минус 180 градусов. Так что вот эти вот все моря, озера, реки, они заполнены не жидкой водой, они заполнены жидким метаном, жидким этаном и другими жидкими углеводородами. Поэтому Титан еще иногда называют мечтой Газпрома из-за этого всего. Вот. Вода при такой температуре, она, конечно же, находится в замороженном состоянии и выполняет роль твердой породы. То есть, вы можете сами представить себе такую картинку. Течет речка из метана на фоне ледяных гор, ледяные берега и все это еще на фоне оранжево-желтого неба. Может ли в таких вот углеводородных морях существовать жизнь? Это, конечно, вопрос на миллион. Если она там есть, то, понятное дело, у нее будет полностью альтернативная биохимия. Ну, как бы сейчас большинство ученых склоняется к тому, что там все-таки слишком холодно, чтобы могла появиться жизнь. Но надо сказать, что в будущем условия на Титане станут получше. Когда через 5 миллиардов лет Солнце превратится в красный гигант и испепелит Землю, что немножко, конечно, грустно, на Титане условия станут получше. Температура там поднимется как раз настолько, чтобы там уже мог сформироваться нормальный полноценный океан. И этот океан, он сможет просуществовать там несколько сотен миллионов лет. Так что, может быть, сейчас Титаны не обитаем, но как бы в будущем это может быть последнее тело Солнечной системы, где в жизни будут шансы на появление, на возникновение. Ну, а в целом нужно сказать, что вот эти вот тела, где есть океаны под поверхностью, они не какое-то там исключение из правил. Это скорее что-то типа нормы, потому что они, на самом деле, встречаются достаточно часто. Их можно найти на самых уже больших расстояниях от Солнца. Вот, например, Тритон — это спутник Нептуна. Температура его поверхности составляет где-то минус 235 градусов по Цельсию. Несмотря на это, когда его пролетел аппарат Voyager 2 в 1989 году, то выяснилось, что там есть гейзеры, есть кривовулканы, они выбрасывают азот. А как показали собранные данные, под поверхностью тоже находится жидкость. Ну, может быть, это не вода в привычном нам представлении. Это скорее что-то типа такого рассола. Оно состоит из воды, большого количества аммиака и солей, которые не дают этому океану замерзнуть. А еще есть Путон. Когда два года назад к нему прилетел аппарат Новый горизонт, то, конечно, все человечество узнало, что у Путона есть сердце. Но левая половина этого сердца, у нее есть собственное название, оно называется равнина-спутник. Она представляет собой что-то типа огромной азотной шапки, по которой словно айсберги плавают огромные глыбы льда. И вся эта равнина находится ровно на противоположной стороне от той точки, которой Путон постоянно обращен к своему спутнику Харону. И это вряд ли простое совпадение. Считается, что и вот в этом вот месте находится очень большое количество вещества, больше, чем в соседних регионах, из-за чего Путон таким образом и развернулся к Харону. Сама по себе вся эта область, изначально это было огромным ударным кратером, который образовался когда-то давным-давно в Путон врезался большой астероид. Чтобы здесь вот сформировалась эта аномалия, необходимо, чтобы в момент удара под поверхностью Путона находился океан, который очень быстро заполнил этот кратер. Так что, по крайней мере, раньше, давно, миллиарды лет назад, на Путоне точно был океан. Может ли он существовать там до сих пор? Ну, для ответа на этот вопрос можно взглянуть на тот самый Харон. Как можно увидеть, надеюсь, всем видно, что вдоль Харона тянется такая сеть очень эпичных разломов, каньонов, хребтов, то есть они опоясывают спутник целиком. Они образовались, когда океан, который когда-то существовал на Хароне, он полностью замерз. Вода превратилась в лед, мантия спутника расширилась. Представляете, он просто вот, карат не выдерживал возросшего давления и треснул, как у Скороупа у переварившегося яйца. А на Путоне ничего такого вроде как не наблюдается, что дает надежду на то, что под его поверхностью где-то до сих пор скрывается океан. Ну, я надеюсь, из этого не самого сумбурного рассказа вы смогли составить какое-то такое общее представление о том, как много в Солнечной системе тел, где, в принципе, есть условия для существования жизни. Да, само по себе наличие этих условий не дает гарантии, что там действительно есть жизнь. Может быть, все эти тела стерильные, были стерильными и будут такими в будущем. Ну, по крайней мере, все это показывает, что жизнь, в принципе, можно искать на телах, которые удалены, на первый взгляд, совершенно для этого не подходят, начиная от облаков раскаленной Венеры и заканчивая Плутоном, который удален от Солнца на 6 миллиардов километров. И что самое главное, никто, в принципе, сейчас не знает, сколько еще вот таких вот тел, где есть условия для жизни, могут существовать в Солнечной системе. Потому что только за орбитой Нептуна есть еще где-то с полдюжины известных уже открытых недавно крупных объектов диаметром больше тысячи километров, где могут существовать свои океаны. Есть еще так называемая девятая планета, ее существование еще не доказано, но ее и ищут. У нее могут быть спутники, и кто знает, что находится там еще дальше. Так что даже если вот завтра на Марсе вдруг найдут жизнь, это вовсе не поставит точку в ее поисках в Солнечной системе, потому что всегда будет оставаться возможность, что у нас существует где-то еще. Спасибо, что послушали.